И уже сегодня в эфир нашего канала выйдет новый выпуск программы из цикла «Скальпель правды». Авторы передачи разбирались в запутанной схеме передачи государственной собственности в частной руке при бывшем губернаторе области Иване Белозерцеве. В частности, речь пойдет о Пятигорском санатории Тарханы. Кто виноват и что конкретно делал для этого? Чтобы найти ответы на эти вопросы, наша съемочная группа побывала в самой здравнице, послушала мнение сторон в апелляционном суде в Самаре и, конечно, встретилась со свидетелями тех событий в Пензе. Откройте. Нет, от губернатора. Сколько он крови попил там. Очень нехороший руководитель. Очень, очень. Но это уже исущий яд был. Мы знаем просто, кто приехал с Пензской области и пересел границу Тархановского края. Понятно, какие конкретные противоправные действия совершил бывший губернатор Белозерцев Иван Александрович в данном конкретном случае. По поручению бывшего губернатора Белозерцева приобрели эти объекты, как суд указал, это Романов, который также был близок с семьей Белозерцева. Когда я разговаривал, сам лично разговаривал с Романовым, я ему говорил, а где ты взял такие деньги, 40 миллионов, чтобы заплатить? Он мне говорит, что мне в долг дал Белозерцев Александр. Стоимость же проданной доли в имущественном комплексе санатория была существенно занижена и по результатам оценки составляла не менее 196,5 миллионов рублей. Вся правда о том, как Тарханы оказались в кармане некогда влиятельных в регионе лиц и как санаторий по поручению губернатора. Олег Миличенко вернули в государственную собственность в программе «Скальпель. Правда» сегодня в 19 часов. Субтитры создавал DimaTorzok